МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пилоты региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области пронесли надвидным флаг Победы. Знамя Победы мы поднимаем именно в честь наших героев, дедов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к жителям Подмосковья. В нем он объявил о том, что в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника. Он объяснил такое решение рядом неблагоприятных показателей, на которые ориентируется областное правительство. Первый – коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать единицы. В Подмосковье сейчас – 1,2. Второй – свободный коечный фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Третий показатель – количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий в Подмосковье – 90 на 100 тысяч. Таким образом, губернатор резюмировал, цитата, «Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий, подготовить стандарты и тем самым защитить людей». Конец цитаты. В конце своего послания Андрей Воровьев призвал жителей быть осторожными, соблюдать санитарные правила и носить маску. В военные годы легендарный советский автомобиль «ЗИС» перевозил запасы продовольствия и солдат. А 9 мая во время самоизоляции почти весь город Видное на нем объехала фронтовая концертная бригада. Как это было, наблюдала наша съемочная группа. В День Победы поздравить всех жителей города Видное, находящихся на самоизоляции и работающих, выехала фронтовая бригада. В плане посетить 8 мест на территории города. В программе песни, знакомые каждому. И подпевать могут все, ведь праздник прежде всего в душе. Первой остановкой фронтовой концертной бригады стала станция скорой помощи на Центральной улице. Здесь в 10 утра артистов тепло встретили как работники станции, так и жители ближайших домов. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Кто-то держал в руках портрет своего родственника-героя. Выглядывали в окна и ветераны, подпевая знакомым композиции. Эти песни нам заслужили победу. Эти песни пели наши прадеды. Эти песни надо слушать. И вот наша группа, которая сегодня поет, она поет от души, от чистого сердца. Лучше не придумаешь. На Заводской улице концерт был устроен под окнами ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Алексея Никитовича Крыкова. На его груди множество медалей, в том числе и за оборону Сталинграда. И орден Отечественной войны первой степени. Поздравить с праздником Великой Победы его приехали артисты Ленинского городского округа. Я с большим уважением, почтением отношусь к этому дню и с большим удовольствием пою песни нашим ветеранам и вообще всей нашей большой стране. Сценой для артистов стала машина военных лет, известная как «Трехтонка» или «Захар Иванович». В военные годы этот автомобиль перевозил продовольствие и солдат, а в День Победы – концертную бригаду. Это машина «ЗИС» 1943 года выпуска. Постарались найти ее, так сказать, для того, чтобы была создана атмосфера прошлых лет. День Победы – один из самых важных праздников в России. Обычно его отмечают большими концертами и салютом. Однако юбилейный год внес свои коррективы. Мы готовились, конечно, к большим концертам, к большим празднествам, но вот по сокращенной программе, по велению времени, создали фронтовую агитбригаду. В итоге концертная бригада со знакомыми песнями военных лет объехала почти весь город, устраивая жителям праздник, несмотря на сложное время. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Неравнодушные жители Ленинского городского округа и волонтеры при участии оборонно-спортивного клуба «Ратник» поздравили нескольких ветеранов-жителей города Видное с Днем Победы и сделали это весьма необычным образом. Ведь пожилые люди сейчас должны соблюдать режим самоизоляции. Для Виктора Васильевича Жажина этот визит стал приятной неожиданностью. Из окна своей квартиры на пятом этаже наблюдал он за импровизированным концертом. Волонтеры исполнили для ветерана песни военных лет, стихи и даже танцы. Виктор Васильевич прошел всю войну, воевал на двух фронтах. Вначале на Карельском, потом на Третьем Украинском. Освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Из-за режима самоизоляции он, как и многие другие ветераны, не смог принять гостей и участвовать в торжествах. Тем дороже был сюрприз, приготовленный волонтерами. Мы хотели поздравить нашему ветерану. Сейчас большой вирус, и мы не можем подойти к ним близко. Мы решили собрать всех наших друзей. Это все друзья, которые наши волонтеры. Мы хотели показать ветеранам, что мы их любим и чтим. Ура! А вот следующий ветеран Евдокия Михайловна Свешникова решила спуститься к гостям. Естественно, что все мероприятие проходило в строгом соблюдении социальной дистанции. Но это не помешало Евдокии Михайловне принять непосредственное участие в концерте. Это правильный седевой войска. Когда началась Великая Отечественная война, Евдокии Свешниковой было 14 лет. В 1942-м райком комсомола направил молодую девчонку в действующую армию. Сейчас Евдокия Михайловна – активный член Совета ветеранов. Среди тех, кто пришел ее поздравить, и участники оборонно-спортивного клуба «Ратник». Мы занимаемся поиском погибших солдат. К сожалению, сейчас мы должны были в Оржеве быть, но мы сейчас здесь. И мы рады, что ветераны хлопали, и мы видели слезы на глазах. Спасибо большое. С Днем Победы! Подобно тому, как солдаты ковали победу, несмотря ни на что, так и волонтеры нашли способ в это особое время от всего сердца поздравить ветеранов с праздником. Они уверены – так всем миром справимся и с новой напастью. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Специально для фронтовика и нашего земляка Бориса Канельского 9 мая байк-клуб «Ночные волки» устроил парад военной техники прямо под окнами квартиры ветерана. Какие машины приехали к фронтовику и какую его просьбу выполнили байкеры, расскажем в нашем следующем сюжете. Поздравлением фронтовика Бориса Канельского закончился 9 мая праздничный мотопарад «Ночных волков». Ретро-мотоциклы М-72, легендарные «Катюши», танк Т-34. Вся эта техника приехала к ветерану под окна его квартиры в Видном. Сам Борис Харитонович не смог усидеть дома. День победы! Порохом пропал! Борис Харитонович Канельский – артиллерист-наводчик. Освобождал Западную Украину, прошел через Польшу, штурмовал Берлин. Был ранен и контужен. После войны почти всю жизнь прожил в Донецке, а в Видное к внучке перебрался 6 лет назад. С лидером «Ночных волков» Александром Залдостановым они знакомы и общаются уже давно. Поэтому байкеры приехали не только для того, чтобы поздравить ветерана. «Ваше поручение выполнено. Ваши оба блага доставлены по вашей просьбе. Один к Бранденбургским воротам. Где вы завершили свой путь, где были ранены, получили контузию. И где остановилась ваша военная история. Второй флаг с вашей росписью доставлен в тот самый надтеречный район, где погиб ваш отец». Дело в том, что фронтовик в том числе просил байкеров добраться до могилы своего отца. Тот в первый год войны погиб на Кавказе. Был похоронен на берегу реки Терек в братской могиле. Борис Харитонович был там в 70-х, но тогда не увидел ни креста, ни памятника. Байкеры не только побывали на могиле, но и сняли небольшой фильм, который и продемонстрировали ветерану 9 мая во дворе его дома. «Я не могу найти слов, чтобы выразить, но это большая для меня честь, что вы вот приехали меня поздравить. Я один из тех, у нас миллионы были. Мы делали все возможное, чтобы приблизить победу». После просмотра фильма и вручения подарков ветерану все было начали уже расходиться, но тут случилось незапланированное. Из окон всех близлежащих домов раздались аплодисменты и слова «Спасибо за победу». Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Флаг победы пронесли над городом пилоты региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области совместно с пилотами клуба «Парамотор». Участники акции стартовали с парадрома села Покрова городского округа Подольск. Наша съемочная группа провожала и встречала эскадрилью паралетов. Традиционно 9 мая пилоты региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области совместно с пилотами клуба «Парамотор» совершают полет на территории города Видное с копией флага победы. В этот раз в небо должны были подняться два паралета. На одном из них Федор Шилов в качестве оператора. 9 мая он считает особым праздником. Это самый трепетный день. Ну, наверное, еще когда рождаются дети, тоже трепетный день. Но этот такой целый день напряженный. С одной стороны и праздник, а с другой стороны вот эти вот воспоминания. Начинаю смотреть вот эти все фильмы, ну, вечером обычно. И очень тяжело на сердце, и так тяжко это все слышать, видеть, понимать, насколько трудно было тем людям, которые прожили эту войну, отстояли наше будущее. Спасибо им огромное. Флаг победы должен был пронести над городом пилот-инструктор, президент региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Московской области Василий Диченко. Он первым поднялся в небо и распустил флаг. Затем стартовал второй паралет. Вскоре два паралета начали движение в сторону Видного. Полет заранее был утвержден Московским зональным центром. Связь с диспетчерским пунктом – постоянная. Видновчане снимали пролет с флагом с земли. Высота, как и положено, порядка 300 метров. Но позже пилоты рассказывали. Им было видно, как люди махали снизу. Подобные полеты прошли и в других муниципалитетах области. Так, в деревне Турово городского округа Серпухов сразу семь паралетов поднялись в небо с российским триколором 9 на 14 метров и 75-метровой георгиевской лентой. Тем самым спортсмены клуба сверхлегкой авиации «Игра гравитации» провели авиапарад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. А полет видновских авиаторов завершился благополучно. В каждой семье есть погибшие. У меня также мой дед воевал и погиб под Краснодаром в 42-м году. Знамя победы мы поднимаем именно в честь наших героев, дедов, родителей. У меня отец ветеран войны, 90 лет. То есть фактически и он был участником трудового фронта. Соответственно, вот в честь их мы фактически отдаем такую дань уважения. Но для самого Василия Диченко стало приятным сюрпризом в этот день награждение медалью в честь 90-летия Ленинского района. Желаю здоровья, крепкого, ну и самое главное, посадки хорошей. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Днем победы! И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома. До встречи!